Девочки, привет! Привет! Спасибо, что пришла. Идемте? Всем привет! С вами Елена Вивас из Аргентины и это мой блог о жизни, путешествиях и эмиграции в Аргентину и не только. И сегодня я решила вернуться к моему любимому проекту, проекту об успешной эмиграции. Впервые этот проект я начала еще в 2017 году. Это как раз был тот период, когда я уже серьезно задумалась о своем переезде в Южную Америку и начала подготовку. И мне так интересно было изучать истории людей, у которых все хорошо складывалось в эмиграции, которые нашли себя в эмиграции, потому что для меня это самое главное – найти себя в эмиграции. И сегодня я хочу представить героинь моего проекта – Татьяну и Катерину, которые в Буэнос-Айресе открыли русский театр «Зеркало». Итак, давайте начнем со всего по порядку. Татьяна, давай начнем с твоей истории, с твоей истории эмиграции. Почему ты решила эмигрировать и почему Аргентина? Это был долгий путь, на самом деле. Аргентина – это не первая моя эмиграция. А в далеком 2003-м я вышла замуж за иностранца, и мысль, что мы не будем жить в России всю жизнь, она на самом деле всегда присутствовала. Сначала мы уехали в Соединенные Штаты Америки. Многие стремятся туда. И для меня эмигрировать в приятный, комфортный климат на самом деле было принципиально. Поэтому мы поехали в Калифорнию, и все бы хорошо, но… Климатическая эмиграция. Климатическая эмиграция, однозначно. На самом деле Аргентина подпадает под этот же статус. Здесь прекрасный климат. Мне здесь очень комфортно и очень нравится. Но в Соединенных Штатах не все было гладко, соответственно. Очень сложно было моему старшему сыну. Ребенок не нашел себя в подростковый возраст. Адаптация, эмиграция тяжело нам давались. Мы попробовали пожить на родине моего мужа. Это маленькая страна в Южной Америке тоже, Гаяна. И когда встал вопрос уезжать из России уже в третий раз после наступления… То есть после США возвращаетесь в Россию. После США вернулись в Россию. Затем снова поехали в Гаяну. Возвращаемся снова в Россию. И когда началась военная операция, нам пришлось на самом деле быстро довольно принимать решение, что мы делаем дальше. И для меня было принципиально оказаться именно в Южной Америке. Я по разным параметрам фильтровала Аргентину. От климата до статуса паспорта на мировой арене. И вот мы здесь. Таня, ну вот приехала ты в Гуэнос-Айрес. И как ты здесь начинала свою жизнь? Вот у людей всегда такой вопрос. Как приехать в Аргентину? Я обычно отвечаю. Взял билет, сел на самолет, и ты прилетел. И вот ты прилетела. Что дальше? Да, приехать на самом деле это самое простое, что есть в эмиграции. Дальше мы начали с конкретных шагов поиска сообщества. Я приехала не одна, я приехала с ребенком. И для меня было важно найти ей друзей, найти сообщество людей, которое нас примет, и где мы сможем быть полезны, где мы сможем вести образ жизни, с которыми мы сможем общаться и разделить те интересы, которые у нас были дома. На самом деле найти островок стабильности, чего-то знакомого, чего-то своего. Это не первая моя эмиграция. И мы с семьей жили в Соединенных Штатах какое-то время, 14-15-е годы. И моему старшему ребенку на тот лет было 11, сколько дочки сейчас. И ему было очень плохо. Ему было тяжелее всего. И из-за него мы на самом деле и уехали, по большому счету. Поэтому сделать ребенку хорошо было принципиально важно для меня в этот раз. Нам очень повезло. Мы нашли сообщество «Ресурс», которое основала Женя Соломе. И она очень много работала с подростками, организовывала пикники для подростков нашего возраста. Соответственно, мы нашли свою тусовку, в которой все остальное стало гораздо легче. И как пришла идея бизнеса? Основать театральную студию на самом деле захотелось, потому что заканчивались летние каникулы, и идея подростковых пикников сошла на нет в погодном условии. Нам нужно было где-то собираться, нам нужно было объединять ребят каким-то интересным делом. И я поняла, что мое профессиональное призвание здесь мало чем может помочь, но мое хобби – театр. А я занимаюсь театром много лет, и действительно люблю это дело, что оно здесь как раз востребовано. И я основала театральную студию для детей. Да, Аргентина – это даже, правильно сказать, Буэнос-Айрес – это город культуры, город театров. В Буэнос-Айресе больше всего театров, чем в любом другом городе Южной Америки. Кстати, недавно одно из издательств американских опубликовало рейтинг нескольких культурных столиц мира, которым Буэнос-Айрес занял четвертое место. На первом, я помню, это было Мехико, потом Кейптаун, кто на третьем, не помню. И на четвертом – Буэнос-Айрес. Я помню, когда я это опубликовала на своей Facebook-страни, что столько было дискуссий. Для меня это очевидный факт. Буэнос-Айрес – это город искусства. Здесь люди с великолепным художественным вкусом, просто потрясающим. Поэтому я вполне тебя понимаю. Я думаю, тут мы вписались так, как нужно. И вот ты решила. Хочу основать свою театральную студию. Что дальше? Дальше начались бытовые вопросы. Организации пространства, поиска помещения. Так как аудитория у нас уже была. Первое время мы снимали помещение вместе с Центром Ресурс. И это было замечательно, потому что совмещали аудиторию и клиентов, и детей. Потом мы просто переросли. На самом деле, в какой-то момент Ресурс принял решение переезжать в новое помещение. И я подключилась к поиску нового помещения. И на тот момент мне удалось найти настоящий театр с настоящей большой сценой, где нам разрешили заниматься. И в этом плане Буэнос-Айрес именно место абсолютно открытое для всего творчества. Когда мы были в Штатах, я в Чикаго услышала такой слоган Don't Fear Art. Не бойтесь искусства. Вот Буэнос-Айрес точно про это. Здесь не боятся искусства. Здесь позволяют людям самореализовываться и раскрываться, как они считают нужным. И это замечательно, потому что мы тоже в этом нашли свое место. Нам предоставили помещение. Мы занимаемся, мы выступаем со своими спектаклями на сцене настоящего аргентинского театра. И это замечательно. Катерина, почему вы приняли решение поменять страну жительства? Мы приняли решение об иммиграции случайно. Мы планировали переехать в Турцию, когда поехали отдыхать. Вообще, за границу мы как-то не ездили. Очень много было работы. И у меня был длительный декрет. Практически 20 лет. А кем вы работали на родине? На родине у меня 4 образования. И крайнее образование я как раз осуществляла обучение на медицинском факультете сейственского дела. Для себя, для семьи мама очень сильно хотела, чтобы я поступила в медицинский. Первый метод. Но я выбрала ГИТИС и стать актрисой и режиссером. И мама очень переживала из-за этого. Но получилось так, что пришлось для мамы получить еще одно образование. И было очень много таких интересных проектов. Потом, да, произошли небольшие изменения в странах, в мире. И выдалась возможность все-таки уехать за границу. И первое, что мы приняли разрешение, это была Турция. Мы приехали в Турцию, были в таком окрыленном состоянии. Все было красиво, вкусно. ярко, море. Наши соотечественники все общались. Но все равно через какое-то время чего-то не хватало. То есть культура другая, люди другие. Появилось много знакомств. Очень понравилось, но что-то было не то. И плюс там были некоторые вопросы с документами, со страной. И мы очень сложно принимали решение, куда дальше. То есть это был такой шаг серьезный. Либо мы куда-то поближе, либо возвращаемся, либо не возвращаемся. И тут внезапно я выхожу пить кофе утром, ранним. И мне мой муж говорит, мы едем в Аргентину. Я в Аргентину. Начинаю вспоминать, где она, что она, как это вообще. Что на тот момент ты знала об Аргентине? Нет, я вот, я забыла про нее. Вот на тот момент я про нее забыла. И у меня первое, когда я понимаю, что мне надо куда-то двигаться, и плюс отпечатки медицинского, отпечатки, потому что я мама, у меня большая ответственность. Какая медицина в Аргентине? Я начинаю сразу открывать интернет, смотреть медицину, кто что об этом говорит. Понимаю, что это же Аргентина, это же Буэнос-Айрес. И оказывается, что я в 14 лет мечтала сюда приехать к Наталье Арейро, потому что она снимала Дикий Ангел, она снимала Дикий Ангел. И я мечтала приехать сюда, погулять по этим улочкам, с ней лично познакомиться. Опять же, сняться с ней в сериале. Да, в кино. И такая, все, Аргентина, Буэнос-Айрес, все, мы едем. Я уже забыла про медицину, я уже забыла про все. И я вспомнила, что это была моя мечта детства, что это Буэнос-Айрес, что это такой динамичный город. И мы с удовольствием поехали. И вот вы купили билеты на самолет, собрали чемоданы, прилетаете в Буэнос-Айрес. И что дальше? Ну, мы сначала, это было сложно собрать, чемоданы, потому что у нас два кота еще. И это было сложно, это осуществить до Буэнос-Айреса. Они хотели пускать в самолет. Но все у нас сложилось благополучно, коты долетели, мы приехали. И первое впечатление, ну, муж уехал чуть-чуть раньше, на неделю, он уже здесь все подготовил, нас ждал. И мы приехали, я вхожу из машины и вижу, что состояние другое, эмоции другие, улочки, деревья, язык. Он не такой, как был в Турции. И люди, соседи по-другому встретили, они так присматривались, улыбались. Я понимаю, что мне комфортно. То есть два ощущения, первых, когда я приехала в Турцию, и второе ощущение, когда я приехала в Буэнос-Айрес, в Аргентину, они непередаваемые были. И потом они все нарастали, нарастали, нарастали. Были этапы принятия, конечно, сначала эйфория, потом агрессия, потому что там общие прачечные, там еще что-то там, свои специфика улиц, собаки, которые... Общие прачечные, пожалуйста, потому что не все знают, что это такое. Да, общие прачечные, это у нас в доме, она общая, но она без монетки, но там есть свои нюансы, потому что... Нет, чуть-чуть поподробнее, не все это знают, то, что большая часть квартир в Буэнос-Айресе не имеет своих стиральных машин, а вот в доме есть общее помещение, которое называется прачечное, куда вы можете прийти и постирать свое бельишко. С этим я, кстати, впервые столкнулась еще в Швеции, и помню, я так этим была удивлена, но мне люди пояснили, которые много живут в Северной, в Центральной Европе, что это прежде всего нужно для того, чтобы шум, издаваемый стиральными машинами, не мешал вашим соседям. И когда я вот это поняла, я только после этого могла принять, что в принципе, ну да, наверное, стиральная машина где-то там в подвале, это хорошо, потому что в моей последней квартире в Испании я жила на пятом этаже, я поставлю стиралку, выхожу, например, там за покупками, и когда возвращаюсь домой, я только открываю дверь подъезда, да, еще раз повторюсь, я жила на пятом этаже, я слышала, что у меня стиралка выжимает. Я представляю, каково это было для всех жителей пяти этажей. Вот тогда я и поняла, о да, наверное, какие-то плюсы, несмотря и на максимум минусов, а в этом есть. Да, есть и плюсы, есть и минусы, но мы так устроены, что мы все-таки адаптируемся, и адаптируемся по всему, и уже и к стиральным машинам, и к няням с собаками, и к динамике, к определенной культуре, то есть я считаю, что это просто человек должен как-то сам для себя это понять, открыть, и посмотреть это с другой стороны. То есть, потому что я понимаю, что у некоторых эмиграция это сразу какая-то вот боль, привычки, какие-то вот, ну, переживания. Ведь можно переключиться, опять же, найти собеседника, поговорить с ним о боли своей, что не стиральной машинке в доме, но потом найти какие-то плюсы, поделиться с друг другом, как они выходят из этой ситуации, какие у них лайфхаки, и дальше вот уже по нарастающей динамике, потому что, когда вот сейчас мне звонят мои друзья, и они спрашивают, ты скучаешь, как же твоя вот эта вот жизнь, которая была, она была там расписана, у тебя все было по-другому, я говорю, нет, я скучаю, конечно же, по родственникам, по каким-то таким своим привычкам, но сейчас я понимаю, что динамика настолько активна у меня, что у меня здесь столько всего произошло, и исполнение очень больших желаний, которые у меня были написаны в листе желаний еще с 14 лет, которые я попросила маму найти в моем дневнике, вот, что я в восторге от этой эмиграции, я счастлива, что так получилось в моей жизни, и тем более, вот, что мы здесь и сейчас, это прекрасно вообще, что вот все, Билли так прекрасно, все-все не просто так, все, что происходит, значит, оно для чего-то должно быть. Татьяна, и теперь давай подойдем к самому такому интересному моменту, это организационный момент, да, как все-таки начался твой театр, театр-зеркало. Ну, как я уже сказала, для меня было принципиально важным найти, создать сообщество для себя, для ребенка, сообщество людей, с которыми мы бы разделяли общие ценности, с которыми было бы интересно проводить время, и после того, как я увидела, что интерес к сохранению русского языка, к постановкам пьес на русском языке, к работе с нашими русскоговорящими детьми есть у людей в Буэнос-Айресе, я стала искать помещения, я стала искать людей, которые бы со мной работали, и я изначально смотрела на это, как на проект ни одного актера, то есть я хотела, чтобы это была полноценная история с людьми, которые вовлечены в то, чтобы делать жизнь русского сообщества в Аргентине интереснее и богаче. После того, как нам достался такой чудесный театр с настоящей сценой, которая вот, как раз сейчас сзади нас, я этим очень горжусь на самом деле, что мы театральная студия, которая занимается и выступает на настоящей театральной сцене, я стала искать человека, который профессионально мог бы взять на себя историю режиссирования и работать по преподаванию актерского мастерства, я написала всем своим знакомым, всем, кого знала в Буэнос-Айресе, раскидала запрос по нашему русскому сообществу, у кого есть заинтересованные люди. Здесь я хотела бы внести поправку. Мне, например, очень нравится то, что вот это, как мы ее называем, новая, шестая волна русской миграции в Аргентину, она настолько сплоченная, она очень интеллектуальная, проходит просто невероятное количество различных встреч, мероприятий, где все общаются, ищут своих по духу людей, и они их находят. И вот ваша история, Татьяна и Катрин, это как раз история об этом, о том, какая она очень интересна, эта новая интеллектуальная волна русской миграции. Мне, кстати, очень напоминает эта ситуация, наш, какая она там была? раз, два, три, четвертая волна, во времена гражданской войны, во времена после революции, когда, кто эмигрировал тогда? Интеллигенция, интеллигенция, лучшие люди, лучшие представители Российской империи, и вот я постоянно вот эту вот какую-то нить веду сравнение, и когда я вот побывала у вас на премьере вчера, я подумала, вот просто как будто на сто лет назад я вернулась в историю, когда лучшие умы переезжали из России по всем странам мира и создавали свой русский мир в иммиграции. Я знаю, что будет очень много хейта, надо приехать, надо интегрироваться в новую страну. Это, конечно же, надо, но если посмотреть на историю русской иммиграции, да не только русская, я вот живу в деревне Сан-Исидро, у нас есть итальянский театр. Почему, если есть итальянский театр, почему итальянцы, которые переезжают в иммиграцию, они сохраняют свою культуру, свою историю, свой язык, свою гастрономию, потому что раз уж на то пошло, да что такое гастрономия Аргентины? Мясо на огне плюс итальянская гастрономия. Почему же мы, русские, должны стесняться своей культуры? Почему мы должны забывать свой язык, свои корни и так далее? Поэтому вот я настолько рада, что вы вдвоем стали первыми в возрождающемся моем проекте об успешной иммиграции, и ну вот для меня это частичка правильной иммиграции. Не нужно терять свои корни. Спасибо большое за добрые слова. Для нас это действительно очень ценно, потому что, конечно, сохранять культуру, сохранять язык для меня это принципиально важный момент и одна из основных причин, почему я создала студию, этот театр. я ставила свои задачи и до сих пор ставлю у меня ребенок-подросток сохранить ее родной язык. Это, кстати, тоже, да, очень важный момент, и тоже я неоднократно слышала о том, зачем вам русский язык. Да чем больше языков у любого человека, тем больше у него возможностей, поэтому сохранение родного языка у своих детей это больше возможностей. Однозначно больше возможностей и однозначно это дорога в жизнь, в дальнейшем вклад в будущее. У меня был пример, когда у меня в России работала на стажировке была девочка из Штатов, которая приехала в Россию учить свой родной язык. Она потратила деньги на обучение, она потратила деньги на эту стажировку, потому что она дочь эмигрантов, которые не поддерживали ее родной язык. Она была очень довижена на своих родителей за то, что они не сделали вот этого усилия, не приложили усилия для того, чтобы сохранить ее родной язык. Так или иначе, наши дети будут искать свои корни. Конечно. И тут же, кстати, у меня вопрос. У тебя же дети много лет провели в эмиграции, как у них с русским языком? У нас однозначно два родных языка, так как у меня муж иностранец, мы общались всегда на двух языках, он только на английском, я только на русском, и я могу сказать с гордостью, что когда мы были в Штатах, там очень много эмигрантов. И момент, когда дети попадают в американскую школу, для многих является переломным, потому что язык становится основным не тот, который дома, а тот, который в школе. И сохранить, продавить в какой-то степени, привить интерес к своему родному языку, это задача не из простых, но это задача родителей. Ну, и вопрос самый интересный, и как же все-таки ты встретилась, Катерина? Мне рекомендовали разных педагогов, когда я стала искать человека, который будет работать в нашей студии, и мне удалось поработать с разными ребятами, оказавшимися в Аргентине, и имеющими профессиональное образование театральное, и не имеющие профессиональное образование театральное, но Катерина пришла на наш первый выпускной спектакль, а Троя из Простоквашина мы играли в детской студии, и дала мне очень четкую структурную обратную связь, что было так, что было не так, как можно сделать лучше, и, ну, на самом деле, вот, отозвалось, и мы стали работать вместе, и я очень рада, что вот уже полгода мы практически вдвоем, вдвоем, делаем этот проект, и он набирает обороты, с каждым днем становится все лучше. ну, и вот вы встретились на премьере у Татьяны, а что было дальше? Дальше мне стало интересно разобрать вот этот спектакль детально, то есть я уже его смотрела, и у меня уже подключились мои вот эти внутренние творческие порывы, что дополнить, что сделать, я сразу включилась в процесс, потому что для меня вот творчество, театр, особенно стены театра, запахи, атмосфера, это вот своеобразное головокружение, то есть я просто не могу, я попадаю в театр, и у меня сразу открывается вот просто такое какое-то состояние, которое я не могу передать, и все, я начинаю творить, 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 как художник, который видит холст и кисти, то же самое, я вижу сцену, и я теряюсь, все, я сразу начинаю Татьяне говорить, вот давай вот это, давай вот это, она такая, я записываю, я говорю, а где взрослые, это дети, а где тут, а какая комната, а куда мы пойдем, она такая, сейчас, подожди, сейчас мы выдохнем, сейчас дети у нас, вот это, вот это, вот это, я говорю, а взрослые есть? Татьяна говорит, взрослые в процессе, у нас, говорит, небольшая, небольшая, давай небольшую, мы прямо сейчас начнем, стартанем, потом уже, ну, будем постепенно, постепенно, потому что, наоборот, с небольшой группой проще с ними сорганизовать, потому что они же все-таки не профессиональные актеры, и их подвести к этому, объяснить, потому что сцена, это не только, чтобы ты участвовал в игре, в спектакле, проживал какие-то роли, она для твоих внутренних раскрытий, для психологических, каких-то твоих процессов, да, процессов, и было важно, наоборот, начать работать с людьми, с такими непрофессионалами, чтобы, во-первых, увидеть результат, во-вторых, как-то их приобщить к этой культуре, потому что очень мало чего-то такого душевного, культурного, литературного, вот как раз в сообществах было, какой-то был период такой, вот, и как-то хотелось и приобщить, и сделать какой-то такой интересный продукт творческий, и вот мы начали потихонечку работать. Катя, а чем ты занималась в Аргентине до знакомства с Татьяной? Так получилось, что, когда мы уже вылетали, мы ознакомились, что здесь, какие есть сообщества, что здесь происходит в Аргентине, стало очень интересно, потому что динамика была больше, чем в Турции, в Аргентине, с точки зрения и контента, и людей, и мы с самолета сразу же распаковались и пошли на мероприятие, как раз была здесь такая встреча чата, вот, было мероприятие, мы на него попали, там была организация как раз встречи чата, там они собирали какую-то другую организацию, ну, как-то все закрутилось, завертелось, и оттуда я уже начала общение с ребятами, с новыми знакомствами, ну, и потом меня пригласили организовывать это мероприятие, встречи чата, потом пошло другое мероприятие, третье мероприятие, и как-то вот я вот получилась вот в этих кругах по созданию организации, структуре каких-то творческих проектов, каких-то завтраков, обедов, ужинов, вот, и так и у нас. Как жалко, что встречи чата прекратила свое существование, мы, наверное, все долго будем еще ностальгировать, поэтому надо, Жене будет потом обязательно показать это видео, Женя, ты был неправ, аннулировав встречу чатом. Все течет, все меняется. Я, кстати, хотела вам еще задать вопрос, даже правильнее, так сказать, подвести, да, все-таки расскажите концепцию своей театральной студии, чтобы зрителям было понятно, что это. Для театральной студии принципиальным является именно нести знания, это образовательный проект, нести знания и нести любовь к культуре, к одному языку, сохранять культуру российскую на чужбине, как ни крути, это не наша страна, нас окружают люди, говорящие на другом языке, прекрасный язык совершенно, я очень его люблю, и мы ходим с детьми на самом деле и на спектакле на испанском языке, но контента на русском языке нам категорически не хватает, и студия стала театром именно для того, чтобы расширить возможности русскоговорящего сообщества. То есть это еще и театральная школа, и в вашем театре участвуют только актеры, которых вы воспитали в этой студии. Так уж получилось, что я играла в любительском театре в Москве. У меня нет актерского образования или режиссерского, это хобби, это дело для души. И это дело, которое дает мне максимальный заряд энергии, эмоционального, эмоциональной стабильности, эмоциональный заряд, который для жизни необходим наверное каждому. И мне очень хотелось поделиться этим и сохранить эту хобби и для себя тоже. И для себя тоже. И поэтому начиная с работы с детьми, я всегда держала в уме, что это очень полезное упражнение. Выйти на сцену это очень полезное упражнение для всех, и для взрослых в том числе. И для меня было также важно отдавать людям вот эту эмоциональную историю, делиться эмоциями, которые проигрываются на сцене. Здорово, получилось, что у нас есть профессиональный теперь вклад в нашу студию, в наш театр, но вот эта история, когда ты приходишь из точки А в точку Б, будучи совершенно неопытным артистом, актером, не зная, как держать себя на сцене, как говорить до спектакля с премьерой, с цветами, со зрителями, это бесценно. Татьяна, а кто приходит в твою детскую театральную школу? В детскую группу приходят в первую очередь дети, которые играли уже в театре на родине. То есть, это дети, которым интересна сцена, интересна публичность, проявленность. И на самом деле я очень признательна родителям, которые поддерживают в них эту детскую историю свободы самовыражения и свободы выступления. Это замечательно. Есть у меня надежда, что к нам будут приходить и ребята, для которых важно сохранять язык. Мы много читаем, не только сценариев. Прежде чем переходить к работе со сценарием, мы с ребятами работаем с текстами. И для меня это история вот такая языковая и сохранение нашей самости какой-то. Но при этом я всегда держу в уме, что первая эмиграция моя была отчасти неуспешной, потому что мой ребенок не нашел своих, не нашел свое сообщество. Сыну было очень сложно в Штатах, и он так и не нашел своего места. Я вижу, что наши ребята в театре, они вот как раз нашли своих. То есть это возможность как раз окружить ребенка коллективом, друзьями, общим делом, над которым они работают и результаты которого на самом деле нравятся и им самим, и их семьям, и их друзьям. Я, кстати, в одном из своих видео рассказывала, что когда вам очень трудно дается эмиграция, то на первоначальном этапе погрузиться в среду своих соотечественников иногда это намного лучше, чем пытаться с трудом, преодолевая боль, слезы и душевные раны, пытаться внедриться в новое общество, потому что может произойти иногда такой надрыв, что просто можно закончить в лучшем случае собрав чемодан и вернувшись домой, в худшем случае на больничной койке. И в данном случае, вот здесь я с тобой абсолютно соглашусь, что для детей это, вот как по мне, да, с моей точки зрения, это снятие стресса, интеграции, то есть в школах они могут общаться с местными детишками и вливаться в их культуру, в их языковую среду, а здесь они поддерживают, да, держатся за свои корни, и это снимает стресс эмиграция, по мне это очень хорошо для тех детей, кому в том числе тяжело дается эмиграция. подводя итоги года, мы здесь год, я могу сказать, что огромный пласт волнений, которые у меня были в начале относительно того, адаптируется ли моя дочь, насколько ей здесь будет хорошо, этот груз снят с меня, потому что я знаю, что ей здесь нравится, она получает огромное удовольствие от общения со сверстниками, ей нравится здесь школа, как бы странно это ни звучало, и это дает мне еще больший заряд, на самом деле, эмоций и бодрости заниматься любимым делом. Катя, а почему взрослые идут в театральную студию, что ищут взрослые эмигранты, приходя в театральную студию? Ну, есть их, наверное, разделение на два типа, те люди, которые никогда не сталкивались с театральной студией, с театром, даже не ходили в него никогда, вот, есть люди, которые, наоборот, любят творчество, это их хобби, и они хотели бы обратно вернуться на сцену, проявить себя. Вот, например, те, кто никогда не был, им интересно, потому что они бы, например, как-то в своем месте, в своем городе не решились бы, или у них не было бы времени, там были бы какие-то бытовые вопросы, то здесь они пробуют, они ходят на мероприятия, они что-то, ну, тестируют, и получается, что когда они приходят, им тоже есть какая-то опаска, и театр, вот, с моей точки зрения, и как раз и с нашей студией, с Татьяной, мы хотим им дать, чтобы такое, какое-то спокойное состояние, раскрытие себя, помощь в том, что они работают также некоторые на удаленке, они говорят через камеру, через зум, это все помогает раскрыться, все помогает расслабить и мышцы, и динамику тела, вот, и это полезно, даже не с точки зрения, просто отыграть на сцене, это полезно для себя, для раскрытия, снять определенные зажимы, зачем ходить к докторам, если можно вот сбросить все с себя через театр, то есть, по крайней мере, начать пробовать через театр, но если там есть уже какие-то нюансы, можно там уже с медицинской точки зрения к этому подойти, но мне помогает то, что у меня есть медицинское образование, есть психологические навыки небольшие, и я пытаюсь скомповать так, чтобы человеку помочь и через театр, и через психологию, и через медицину полностью работая и с телом, и с его какими-то внутренними зажимами, чтобы театральная студия обрела не просто такое состояние просто отыграть самодеятельность или еще что-то, нет, чтобы мы правда, вот как Татьяна говорила, взрастили и каждого ребенка, и каждого взрослого, и чтобы он увидел, да, от точки А выхода к точку Б приход, насколько он раскрылся, насколько у него появились какие-то новые навыки, потому что даже у взрослого они могут появиться, хотя они уже не верят, хотя все уже такие закостенелые, кто-то потерял такую детскую наивность, фантазию, какие-то такие активности, и придя вот, например, к нам, отзывы уже были такие, такие, что люди начинают вот чувствовать себя детьми, общение идет получше, они также хорошо интегрируются в каких-то сообществах новых, сейчас открывают какие-то свои сообщества, общение идет более динамично, то есть я считаю, что театральная студия, да, это такое место, где ты можешь и реализовать себя, и закрыть какие-то гештальты, опять же, может у кого-то были какие-то внутренние гештальты, и провести очень хорошо, приятное время в этой атмосфере, нашей обстановке. Ну, и в заключении, девочки, я хотела бы вот у вас, что попросите рассказать, да, вот четко структурированное, что такое ваша театральная студия, что вы предлагаете для детей и для взрослых. У нас есть детские группы, разновозрастные, где я преподаю сценическую речь и развитие речи на русском языке. Из бизнеса своего прошлого я принесла богатый опыт выступлений на публике и работы с речью. И у нас есть курсы театрального мастерства, соответственно, театральное искусство, которое преподает Катрин. Театральное мастерство достаточно широкое понятие. Это и сценическое движение, и мастерство работы с реквизитом, и искусство держать себя на сцене, движение по сцене. Все это мы стараемся давать и детям, и взрослым. Ну и также спектакли. И безусловно, да, спектакли, которые являются неотъемлемой частью курса обучения. Обучение в студии происходит по модулям. Модуль занимает 4 месяца. на протяжении этих 4 месяцев мы занимаемся театральным мастерством с сценической речью и ставим спектакль итоговый, выпускной, на котором каждый имеет возможность почувствовать себя настоящим актером и решить, на самом деле, хочет ли он продолжать и остаться в театре, работать над дальнейшими спектаклями и развиваться дальше, остаться в студии, переходить на следующий модуль, развиваться дальше. Как часть курса на втором и последующих модулях у нас есть вокал, у нас есть хореография, курс усложняется, соответственно, мы стараемся дозированно усложнять программу и для взрослых, и для детей, но это действительно возможность расти над собой, развивать свои навыки, которые пригодятся не только на сцене, но и в дальнейшей жизни. А также частью нашего бизнес-проекта стоит постановка дальнейших спектаклей. У нас в базе сейчас есть три спектакля, два детских, один взрослый, мы начинаем сейчас запускать еще один взрослый спектакль, и туда мы хотим как раз вложить культуру такую художественную, то есть не просто поддержание как раз языка, культуры речи, дикции, чтобы ребенок или взрослый он как раз понимал, мы хотели еще соединить детские взрослые, чтобы дети попытались работать со взрослыми, а взрослые попытались с детьми, вот такие какие-то экспериментальные вещи, то есть в театре, и чтобы зрителю было интересно и самому актеру, что маленькому, что большому, тоже было интересно участвовать в этом проекте, потому что проект очень-очень интересный, я не могу прям подобрать слов, потому что у меня очень много эмоций, как раз чтобы его описать. Театр набирает обороты, расширяет репертуар, и я думаю, мы точно будем участвовать и в международных театральных конкурсах, и выезжать со своими спектаклями на гастроли, очень рассчитываем на то, что аудитория русскоговорящая наша будет расти, развиваться, и узнавать о нас будут все больше, вот, всем ждем на наших спектаклях. Я, кстати, помню, вчера, после вашей первой премьеры, уже ваши ученицы, да, из взрослого театра предложили переходить в аргентинский театр, настолько понравилось ее выступление, отдадите? Нет, ни в коем случае. Тайной и последний вопрос, что для тебя успешная миграция? Понятие успеха же у каждого свое, но мне кажется, что успешная миграция это наконец почувствовать, что ты на своем месте, понять, что ты там, где тебе хорошо. Когда мы обсуждаем любовь, да, любовь, это просто теплое чувство. Так и с миграцией. Когда ты просыпаешься утром и понимаешь, что тебе хорошо, вот мне хорошо здесь выходить в парк, гулять с собакой утром, покупать чашечку кофе с круассаном. Я обожаю город за то количество культурной жизни, которое здесь есть. Здесь я чувствую себя действительно дома, здесь всегда есть чем заняться и, наверное, в этом и есть успех. Замечательно, поэтому могу тебе только пожелать успешной и в дальнейшем иммиграцией. Спасибо большое. Катрин, а что для тебя успешная иммиграция? Да, это такой вопрос неожиданно для меня, потому что для меня, наверное, я не рассматриваю это как иммиграция. Для меня жизнь, это все, что дает для меня жизнь, это такой какой-то путь эмоции. И успешная иммиграция, наверное, это состояться для себя, состояться в профессии, состояться в эмоциях, в семье, наверное, в поддержке, в друзьях. То есть то, что человеку не хватает, ему может не хватать и на родину, ему может не хватать ни друзей, ни семьи, ни карьеры и так далее. Я считаю, что все у человека в руках есть, у него есть и возможности, у него есть и желания, и он может это все осуществить в эмиграции и сделать ее успешной. Это как бы какой-то такой путь новый, то есть ты берешь себя и переставляешь, то есть и начинаешь все заново, и это интересно, это можно проявиться, можно вернуться обратно, можно как-то перезапустить свою жизнь, сделать красок больше. И, не знаю, для меня эмиграция это принесла настолько красочные эмоции, жизнь забурлила, закипела, что я всем желаю такого же, я всем желаю, чтобы у них эмиграция проходила в радости, в красках, в знакомстве с такими замечательными людьми, вот как мы сегодня собрались, кто бы мог подумать на самом деле, что я окажусь здесь, в Аргентине, я познакомлюсь с такими прекрасными, талантливыми людьми и у меня будет просто такая динамика, которой в принципе не было в моей жизни до этого, хотя она достаточно предыдущая в моей жизни была, достаточно тоже динамичная, но не такой, как сейчас, то есть, когда я отправляю фотографии своим родственникам и друзьям, они говорят, у тебя горят глаза, и я желаю, чтобы у каждого человека в эмиграции горели глаза. Катя, сколько ты уже в Аргентине? Я в Аргентине 10 месяцев. Как ты думаешь, через какой период времени можно утверждать, успешная у тебя эмиграция или нет? Я думаю, что это все-таки зависит от того, насколько ты начнешь вот эту вот динамику, динамику общения, перешагнуть страхи, перешагнуть какие-то проблемы, потому что всегда есть бытовые, рабочие, финансовые, общение, то есть, ты, как человек, должен уже, ну, примерно, может быть, хотя бы какой-то план накидать, вот как Татьяна. Я просто такой творческий человек, у меня всегда все спонтанно. Накидать какой-то план или, наоборот, пойти по зову сердца, чтобы понять, что тебе нужно, почувствовать себя. Вот, наверное, такой совет, потому что успешная эмиграция все равно, я считаю, что сложно дать какой-то совет, человек может сам к этому прийти и это ощутить, но он должен пройти вот эти вот страхи, проблемы и так далее и тому подобное. Он должен попробовать вкус жизни, потому что жизнь настолько замечательная штука и настолько яркая, что люди сами ставят себе эти барьеры, и нужно снять их и все будет просто замечательно. Катя, а какие у тебя были страхи? У меня были страхи прежде всего, наверное, за свою семью, за ребенка, за питомцев, за мужа, потому что я не понимала бытовые вопросы, то есть где купить лекарства, как их купить, какая медицина, что в квартире, какие соседи, и как взаимодействовать на этом языке. Вот эти такие, наверное, проблемы были, как я пойду в магазин, что я скажу в магазине. Вот для меня были эти проблемы, но потом, когда я поняла, мы еще живем в таком районе, где совершенно нет русскоговорящих людей, мне пришлось адаптироваться, но меня поддерживали, меня поддерживали и по телефону друзья, и вот здесь как раз сообщество, в которое я попала, меня поддерживала. Я поняла, что если я сейчас не переступлю вот свои вот эти рамки и страхи, то у меня не получится. И я просто решила пробовать. Я решила пробовать, не бояться разговаривать, даже если это будет неправильно, не бояться спрашивать, не бояться идти, изучать, ездить на автобусе, потому что мне было страшно ездить на автобусе. Они, во-первых, быстро ездят, а во-вторых, мне тоже было страшно. На ходу отрывают двери. Мне было страшно, потому что там люди с такими были лицами, мне казалось, как будто я пересекаю в мексиканскую границу, в Америку, где-то там что-то непонятное вот так едет, и они с такими лицами. Я еще так же все-таки творческой себя фантазировала, и я боялась, я захожу, мне предложили присесть, я даже не присела, потому что мне было страшно. Но я потом переступила это, и оно отпустило. отпустили все эти страхи, я поняла, что я дома. То есть я стала обустраивать дом, мне понравилось, опять же, что я делаю этот этап второй, третий, четвертый, мы часто переезжали даже в России, и мне было это интересно. Какие-то новые полочки, какие-то новые тарелочки, новые магазины для себя открыть. Я находила именно только плюсы, что мне доставляло бы именно удовольствие в эмиграции. И я всегда всем говорю, что какая депрессия, какие проблемы, зачем вы смотрите новости, ну там, можно смотреть, но опять же, в меру, но всегда нужно какую-то динамику жизни, чтобы вот глаза горели, потому что, ну что, что тут, той жизни ее не так много. В какой-то момент было желание уехать из Аргентины за эти 10 месяцев? Было тогда, когда я пришла в врач. Об этом мы уже говорили. Да, это да, а в остальном нет, в остальном не было. То есть, да. Татьяна, а ты сколько живешь уже в Аргентине? Вот и месяц. Ты в Аргентину навсегда? Я, не знаю, навсегда это очень долго. Я точно знаю, что я в Аргентине на 5 лет. У нас есть сроки, у нас есть планы, мы так договорились с дочерью, структура для меня важна, для нее важна, нам так проще. Опять же, жизнь большая, мир большой, интересный, кто знает, может быть, через 5 лет нам захочется куда-то еще. Кстати, когда мы с тобой перед съемками разговаривали, ты сказала, что для тебя очень важно, что твоей дочке здесь очень хорошо. Можешь об этом чуть поподробнее? Для меня и для нее важно общение, важны люди. Я приложила немало усилий в первые несколько месяцев для того, чтобы найти для нее тех людей, с кем ей было комфортно. И я собой очень горжусь. На самом деле, на третьей попытке эмиграцию можно считать успешной. Ребенок доволен, мама счастлива, всем хорошо. А за это время у тебя возникал вопрос уехать из Аргентины? Вопрос уехать возникает периодически в связи с миграционными документами. Для нас структура работы аргентинских властей, аргентинской миграционки не всегда прозрачна, не всегда понятна. Папа-ребенка регулярно предлагает нам пойти легким путем уехать, приехать к нему в другую страну. Но желание уехать не возникало ни разу. Замечательно. Ну и в конце я хотела бы поблагодарить за участие в моем проекте наших прекрасных участниц Татьяну и Катерину, пожелать им новых интересных проектов в рамках того бизнес-проекта, который у них уже существует, новых интересных учеников и учениц и, естественно, успешной иммиграции. Информацию о театре зеркало вы можете посмотреть на официальных страницах театра. Ссылочки я размещу вон там вот внизу, в первом закрепленном комментарии. А те, кто хочет также поучаствовать в моем проекте, рассказать о своей успешной иммиграции, рассказать о своем бизнес-проекте, о своем бизнесе в иммиграции, пишите мне, все ссылки на мои соцсети, они всегда в описании к видео. Всем пока-пока, с вами была ваша Елена Вивас. Спасибо огромное. Спасибо. Спасибо. И завтра я делегант. Безоцетних расписок. Как ты? И больше у тебя ничего нет? Если с ними что-нибудь случится, меня просто убьют. А как же миллион? Отдавать не надо. Зарешу вопрос. Ты только приезжай хоть раз в неделю. Прости, Багмин, а я... 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 не планировала извинять мужу, и... я не планирую. Не... не бери только. Ты же сказала, буду приезжать хоть каждый день.